Приветствую вас, и надо сказать, что вопрос предательства, значит, целесообразно рассматривать в нескольких аспектах, в нескольких контекстах, вот. Как правило, значит, это два контекста. Контекст внешний, то есть как я воспринимаю человека, как я его вижу, каким он мне представляется, что я о нем думаю и так далее. И контекст внутренний, что во мне вызвало это чувство предательства, ну, вот, ощущение, да, факт предательства, ну, фу, какие это вызвало во мне мысли, какие это вызвало во мне чувства, какие это вызвало во мне эмоции, какие это вызвало перемены, вот, может быть, даже появились страхи какие-то, например, страх близких отношений и так далее. Немного особняком в этой истории стоит завершённость отношений, когда люди, ну, вот знаете, бывает что-то закончилось, да, что-то завершилось, какое-то событие, какое-то всё равно думать, человек продолжает всё равно о нём как-то вспоминать, человек продолжает, ну, прокручивать в своём сознании, да, какие-то эпизоды, думать, а вот как бы я сказал ему вот так, а вот как бы я сказал ему вот так, а вот что бы я сделал вот так, вот это называется незавершённость. И в гештальт терапии, например, незавершённость, подобные незавершённые гештальты, то есть некий такой отсутствие целостного образа в ситуации, да, вот, является одним из основных направлений работы, то есть что у вас конкретно здесь, какой из элементов, да, актуален для вас, это, я полагаю, нужно выяснять, потому что информации вы предоставили достаточно мало. Значит, ну давайте для начала пойдём по первому элементу, да, по первому аспекту, это аспект внешнего восприятия человека, то есть предательство, это такая история, когда человек, в данном случае вы, считает, что тот, кто поступил каким-то образом, да, предал. Но что значит предал? Почему раздается это чувство предательства? Почему вообще понятие предательства появилось, да? Первоначально, первоначально понятие предательства появилось же в рамках страны, да, то есть предать своё государство, свою группу, вот. То есть почему так происходит? Потому что от человека ожидается какое-то поведение, да, поведение лояльное, поведение поддерживающее, поведение, а, поведение направленное на благо группы, а человек этого не делает, человек группе вредит, и ты его называешь предателем. Как ты мог, как ты посмел и так далее. Ты ещё должен был как бы защищать, прочее, прочее, прочее. Вот. Но если в группе это более-менее справедливо, да, то есть человек приходит в группу, в группе социальные интересы, человек, как бы, если он такой сознательный, да, он в этой группе находится, он стремится и хочет в этой группе чего-то достичь. Эти люди, если ему дороги и цены, не всегда у него появляется возможность и решимость сказать группе, что она больше его не устраивает, что он хочет куда-то в другое, не всегда человек может уступить перед искушением и соблазном, да, там, если ему другая группа предложит больше, вот, хотя эти моменты тоже важны. Вы подумайте просто о них, я сейчас о них скажу только вскользь, но вы подумайте о них, что у человека может появиться искушение, перед которым ему сложно устоять, да, что у человека не может быть, может не быть решимости, да, решимости сказать, что всё, как бы, я не хочу больше там что-то для тебя делать и так далее. То есть это всё элементы, это всё элементы. То в личных отношениях понятие предательства приобретает более личностный смысл, более интимный и индивидуальный смысл. Поскольку предательство есть факт ожидания, то есть предательство базируется исключительно на ожидании, то есть если я ожидаю от вас, что вы напишете мне после моего ответа мне в личку, например, да, а вы не написали, то вы меня предали. Если вы, допустим, делаете другой ответ коллеге лучшим, а не мой, вы меня предали. Вы меня предали, потому что, по моему мнению, вы должны были оценить именно мой ответ и написать именно мне в личку. Ну, например, для дальнейшей работы, скажем. Таким образом, вы судьей становитесь предателем для меня. Вы предаёте меня. Как вы понимаете, это звучит немножко абсурдно. Это звучит немножко странно. Да? Потому что вы не должны. Вы... Это ваше право. То есть ваше право мне написать, ваше право оценить ответ, но ни в коем случае не обязанность. Да? Вот. Но! Именно так рождается предательство. Факт предательства. То есть вы почему-то считаете, вы почему-то посчитали, что близкий человек должен был вести себя определенным образом. Вы почему-то решили, что это его обязанность, а не право. И всё самое интересное, что для человека это уже стало обязанностью всё-то для нас делать. Вот то, что он совершил в отношении вас, да, это стало для него обязанностью. Это перестало быть для него правом. Точнее, я, наверное, не точно выразился, а немножко перефразирую. Как правило, предательство это действие, ну, которого человека не ожидает, да, которое вредит, либо действие, которое не должно было быть. Вот. А должно было быть что-то другое. Так вот, факт действий, которые составляют предательство, по вашему мнению, означает, что тот, кто предал, ожидаемые с вами действия, да, воспринимают как обязанность. И они его, эти обязанности гнетут. Но он бы какой-то причине вам об этом не сказал. И у него появился соблазн сделать по-другому. И он перед этим соблазном не устоял. Вот. Это естественно. Для человека это естественно. Тут момент другой. Почему человек начал воспринимать действия, которые вы от него ожидали обязанностей. Почему человеку показалось искушением ваши действия, которые вы расчинили как предательство. Это уже детали, которые нужно разбирать. Но факт остается фактом. Здесь пошел перекос. Дальше. Ошибаются все. И перед искушением могут оказаться все. И действия совершить не очень хорошие по отношению к близкому человеку могут все. Потому что человек не идеален, да. Он поддается увлечениям, он поддается искушениям. Он совершает ошибки. Это нормально. Но. Здесь кроется еще одна очень важная деталь. Если человек, близкий человек совершает какой-то проступок. Да. Придает. Придает. Вот как вы говорите. И. Сожалеет об этом. О том, что он предал. Если есть сожаление. С его стороны. То в таком случае он действительно предатель. Что он сделал что-то. Что он осознает как предательство. Он в этом раскаивается. Уже вам решать. Можете ли вы его простить. Хотите ли вы его прощать. Или нет. Если. Человек. Совершает предательство. Но при этом не раскаивается в этом. То это не предатель. В личных отношениях. Это не предатель. Это главное отличие предателя. От. Предателя в личных отношениях. От. Социальных. Групповых. Если человек не раскаивается в том, что совершил. Он не предатель. Он просто уже другой человек. Другой человек. Он поступил по отношению к вам. Как другой человек. Не как близкий. Как другой. То есть вы. А. Пропустили его перемены. Перемены. Вы пропустили его изменения. Вы пропустили в момент. Когда человек стал другим. Не хотели вы. Этого видеть. А. Скрыл от вас человек это. По причине своих. А. Скорейший. А. Страх. Страхов. Там. Проблемы. И так далее. Не важно. Человек который совершает предательство. И не раскаивается. Это не предатель. Это уже другой человек. Это уже. Чужой человек. Это главное отличие. Субъектов. Субъектов. Предательство. В различных. Типах. Отношений. Вот. А. Может быть на первый взгляд. Понять эту. Позицию. Будет достаточно. Нелегко. Я отдаю себе в этом отчет. Но. А. Просто подумайте. Просто подумайте. А. Вот. Человек который не предал. Ээээ. Человек который предал. Но который не раскаивается. А. Он. Как. Будет. Эээ. Реагировать. На. Допустим. Ваше место. Как. На. Вред. Как. На. Вред. Вам. Вы можете ему отомстить. Вы можете. Нанести ему вред. Вы можете. Его. В абсолюте. Даже. Убить. Но. Человек все равно. Будет. Расценивать. То. Что вы делаете. Не. Как. Месть. Предателю. То есть. Этот. Человек. Будет. Говорить. Ну. Что ты делаешь. Зачем ты хочешь меня убить. Вы ему. Говорите. Вот. Ты меня предал. Да ладно тебе. Это не имеет значения. Это не имеет значения. Все забыли. Ты мне никто. И. Получается. Получается. Что. Мстите вы. Не. Ему. Потому. Что для него предательства нет. Он завершил это. Потому. Что он другой человек. А. Себе. Потому. Что предательство есть только для вас. И. Предал вас. Воображаемый человек. Который. В вашем сознании. Раскаивается. И. Которым вы наказываете. За его. Проступок. Да. Вот. Чем отличается. Наказание. Вреда. Наказание заслужено. Наказание. Всегда заслужено. Вред. Это не заслужено. Так вот. Эээ. Понятно. Что в обществе. В обществе. Наказание. Вреда. Отличается. Эээ. Законом. То есть. Наказание. Закон. Эээ. Обеспечивает. Вред. От вреда. Закон. Защищает. Но. В личных отношениях. Такого. Такого. Регулирования нет. Поэтому. Но. Принцип тоже. Принцип тоже. Если человек. Не осознает. Если человек. Не раскаивается. Значит. Для него. Не может быть. Наказание. Ему может быть. Понимаете. В личных отношениях. Вот. Так. Поэтому. Месть. Да. Вы. Сами. Понимаете. Что. Месть. Она. Не поможет. Потому что. Человек. Не раскаивается. Это. Первый. Аспект. Второй. Аспект. Это. То. Что. касается. А. Вашего. Внутреннего. Состояния. Да. То есть. Если. Предательство. Вас. Задело. Если. Предательство. Образно говоря. Обидело. Да. То. Естественно. Хотите. Ситуацию. Как-то. Нормализовать. Ну. Потому что. Вам же. Больно. Тяжело. Вам же. Тяжело. Вам же. Неприятно. Вот. Вы же. Чувствуете. Себя. Хуже. Отпалывать. Вас. Прятую. Но. В действительности. В действительности. То. Вы. Стали думать. О себе. По-другому. Это. Всего. Лишь. Навсего. Ваше. Субъективное. Ваше. Субъективное. Восприятие. Себя. И. Это. Предательство. То бишь. Вскрыло. Ваши. Проблемы. Например. Слишком. Эээ. Сильное. Слишком сильный. Перенос. Ответственности. На. Другого. Человека. За. Себя. Например. Завышенные. Ожидания. У. Другого. Человека. Что является. Проекцией. То бишь. Переносом. Своих. Желаний. На. Другого. Ну. По аналогии. Как. Если бы. Дети. Или. Потому. Что. Родители. Сами. В своей жизни. Это. Не. Реализовало. Вам плохо. Может быть. И. Что. Предательство. Выявило. Ваши. Слабые. Места. Которые. Вы скрывали. Выявило. Ваши. Неуверенность. В себе. От. Которые. Вы. Обижали. А. Выявило. Ваши. Страхи. Которые. Вы. Не. Желали. Признавать. Выявило. Ваши. Желания. Которых. Вы. Стыдитесь. То есть. Выявило. Некий. Конфликт. У. Вас. Да. Вот. Предательство. Скрыло. Некие. Проблемы. У. Вас. Именно. Поэтому. Именно. Поэтому. Вы. Не. Можете. Перестать. Зацикливаться. На. Предательстве. Потому. Что. Проблема. Есть. Вы. Хотите. Решить. Проблему. Месть. Создаст. Равновесие. Которое. Вы. Потеряли. И. Все. Вернется. Круги. Своя. Нет. Сознание. Раз. Узнав. О том. Что. Есть. Какая. Информация. Есть. Какая. Проблема. Это. Уже. Не. Отпустят. Но. Вы. Свои. Проблемы. Решать. Не. Готовы. Как. Мы. Бежали. От. Них. До. Предательства. По. Большому. Счет. В данном. Случае. Это. Лишь. Форма. Это. Лишь. Форма. Опять. В моем. Примере. Если. Вы. Не. Напишите. Например. В личку. После. Моего. Ответа. Да. И. Это. Вызовет. У меня. Чувство. Что. Я. Плохой. Специалист. И. Что. Никому. Не. Нужен. То. Конечно. Захочется. Написать. Вам. И. Сказать. Почему. Вы. Не. Написали. Или. Вас. Придатом. Что. Вы. Стали. Думать. Как. Изменилось. Ваше. Восприятие. себя. И. Какие. Проблемы. От. Этого. Появились. И. Какие. Нужно. Принять. Шаги. Для того. Чтобы. Проблем. Этих. Больше. Не было. Следующий. Аспект. Это. Аспект. Завершенность. Ну. Самый. Здесь. Простой. Потому. Что. Эээ. Данный. Аспект. Эээ. Основан. Исключительно. На. Взаимодействии. С. Клиентом. Поэтому. Много. Говорить. Здесь. Не. Приходится. Эээ. Значит. Просто. Тут. Рекомендуется. Вот. Именно. Пережить. Момент. Предательства. До конца. Эээ. Получить. Больше. Информации. О том. Почему. Человек. Так. Поступил. Да. И. Сместить. Акцент. С того. Что. Предательство. Было. Направлено. На. Вас. Ну. А. Внутренней. Стороне. А. Субъективной. Стороне. Этого. Я только что говорил. А. Говорим. Об. Объективной. Стороне. Сместить. Эээ. Эээ. Факт. Предательства. С вас. На. С самого. Человека. Т.е. Человек это сделал не потому что вы. Так. Эээ. Ну. Что вы. Вот. Эээ. Такой. Что вы такая личность. Личность. А человек это сделал потому что. Ему это было необходимо. Он это сделал для себя. Вы здесь не пришел. Эээ. Эээ. Вот. Вот. Примерно так. Можно. Можно ответить вам. На. Ваш. Вопрос. Эээ. Заметьте. Вы пишите. Что. Прошло время все равно накрывает. Периодически. То есть это означает, что вас накрывает как бы волнами такими, а волны всегда что-то вызывают. Волны могут вызывать, например, ассоциации какие-то, какие-то события, какие-то мысли. Все это ключики к вашим проблемам. Все это ключики к вашим конфликтам, в том числе и внутренним. Приведу вам один пример, пожалуй. Если человек бросает другого, и другой считает, что тот его предан, потому что тот, кого предали, остался в одиночестве, да? Что это значит, что человек боится одиночества. Страх одиночества – это личная ответственность того, кто его боится. Одиночество. И это означает, что человеку нужно работать, в том числе и с психологом, над своим страхом. Одиночество. Понимаете? Вот, в принципе, и все. Тут все очень просто. Было бы неплохо, если бы вы раскрыли свои субъективные предпосылки к мести. Ну, к идее о мести. Как она у вас появилась? В результате чего? О, кто вас научил мстить или думать так? У кого вы научились? У кого вы научились этим идеям мести? Идеям расстояния, идеям принципа зуб за зуб? Да? У кого? Подумайте, какие чувства здесь скрываются? Все это очень важно. Что интересно, месть, это такая же защита от проблемы. Но это очень хороший вампир вашей энергии. Потому что энергии нужно много для того, чтобы мстить. А по итогу будет только пустота. По причинам, которые я описал. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего доброго. И желаю вам освободиться от мести. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...